Порой цинизм преступников просто зашкаливает, но что если преступник боится наказания за свою жестокость меньше, чем гнева близких? Похоже, именно этот страх подтолкнул героиню сегодняшней истории на страшное кощунство. Алексит Ревиза – юная 19-летняя девушка из маленького городка Ортезия, штат Нью-Мексико, США, где проживает всего порядка 12 тысяч человек. Несмотря на то, что все в этом городке должны знать друг друга буквально в лицо, о подростке мало что известно. Она училась в старших классах средней школы, входила в число университетской команды поддержки, была черлидершей. Ее родители развелись, после чего Алекси со своей сестрой по решению суда остались жить с матерью Розой. Мать была очень строгой. Позже женщина сошлась с другим мужчиной, поэтому вся семья жила с отчимом. Отношения Алекси с матерью были достаточно странными, но к этому вернемся позже. Казалось, что Алекси жила обычной подростковой жизнью, училась, гуляла с друзьями, уже около трех лет встречалась с парнем из школы. Все было нормально, пока не произошел этот случай. 26 января 2023 года девушка пришла домой и довольно рано легла спать. Однако позже она проснулась от сильной боли в нижней части спины. Алекси встала с кровати и обратилась к матери, сообщив, что чувствует себя плохо. Это произошло около 23.30. Женщина решила, что следует обратиться в медицинский центр. Они сели в машину и направились в ближайшую клинику. Дежурный врач, который осмотрел ее, был обеспокоен тем, что это может быть инфекция мочевыводящих путей, которые часто перерастают в нечто более серьезное, включая проблемы с почками. Предполагалось, что у девушки могли быть камни в почках. Врач также обратил внимание, что Алекси была в мешковатой одежде. И казалось, что у нее был достаточно большой живот. Что вызвало у него подозрения. Доктор спросил, может ли девушка быть беременна. Но обе посетительницы категорически отрицали это. Они утверждали, что Алекси не ведет половую жизнь. Несмотря на это, врач решил удостовериться и провести тест на беременность. А чтобы прекратить невыносимые мучения, девушке дали обезболивающее. Врачи подозревали, что девушка что-то скрывает от матери из-за ее странного поведения. Алекси носила мешковатую толстовку, отказывалась от осмотра. Однако для оценки состояния органов брюшной полости и таза, а также поиска камней в почках, которые могли вызвать боль, было решено провести стандартную процедуру УЗИ и компьютерной томографии. Буквально через час пришел положительный тест на беременность. В это время Алекси была на анализе крови. Врачи, узнав о результате теста, забеспокоились еще больше, так как подобные симптомы при беременности могут вызывать серьезные отклонения. Они ждали, когда пациентка вернется, чтобы осмотреть ее. Около часа 30 ночи Алекси вернулась, и когда узнала о тесте, сказала, что это ошибка, и такого просто не может быть, ведь она невинна. Затем резко заявила, что ей очень нужно в туалет, и убежала. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как она ушла в уборную через несколько минут. Ее мать Роза была шокирована новостями и пошла за ней к туалету, чтобы уточнить, нужна ли какая-либо помощь. Девушка отказывалась через дверь, но не выходила и не открывала дверь даже для матери. Спустя 10 минут она так и не вышла из туалетной комнаты. У уборной скопились сотрудники медицинского учреждения, которые просили ее открыть дверь и рассказать, что там происходит. Все они слышали странные звуки и шум через дверь, как постоянно смывался унитаз, без остановки лилась вода из крана, и как девушка отрывала бумажное полотенце. Все это вызывало серьезное беспокойство. Мать и сотрудники уговаривали Алексе открыть дверь и рассказать, что случилось, но та категорически отказывалась это делать. Она сказала, что ей не нужна помощь и что она скоро выйдет, но по-прежнему оставалась внутри. В итоге дежурный врач не выдержал и отправился за ключом, чтобы попасть внутрь. Когда дверь в помещении была открыта, они увидели шокирующую картину. На полу туалетной комнаты было много крови. Пятна крови были даже на стенах, буквально повсюду. Были следы брызг, будто за запертой дверью рвали плоть. Даже бывалые врачи оказались поражены, насколько зловеще выглядело это место. Также было заметно, что следы пытались стереть бумажными полотенцами, куча которых была разбросана на полу и в мусорном ведре. Сотрудники стали ее спрашивать, что же случилось, и в ответ Алексе сообщила, что у нее просто началась менструация. Этим она объяснила пятна крови. Но медики, конечно, не поверили в это. Крови было слишком много. Они предполагали, что в туалете у девушки произошел выкидыш. Но куда мог деться ребенок? Сотрудники стали осматривать уборную, но не нашли там младенца. Девушка тем временем вернулась в палату, и на нее обрушился весь гнев матери, которая с возмущением требовала ответов по поводу ее беременности и отчитывала ее, а Алексе рыдала. Тем временем медики вызвали дежурную уборщицу, чтобы она навела порядок в туалете. Женщина, войдя в туалет, буквально обомлела. Она впервые за много лет работы в клинике увидела столько крови. Уборщица приступила к наведению порядка в помещении. Другие сотрудники попросили ее быть внимательнее, потому что, предположительно, здесь произошло нечто плохое. Возможно, выкидыш, а пациентка скрывает это. Женщина выполнила уборку, отмыла всю кровь на стенах и полу и решила опустошить полное мусорное ведро. Но когда она взяла его, то сразу поняла, что здесь что-то не так. Оно было непривычно тяжелым по сравнению с его обычным наполнением – бумажными полотенцами. Уборщица позвала других сотрудников, чтобы проверить, что же внутри ведра. Они открыли его и под бумажными полотенцами и несколькими другими мешками нашли подозрительный черный пакет. Ранние медики заглядывали в мусорку, но сверху были только бумажные полотенца, а под ними еще несколько пустых пакетов, и они не стали смотреть дальше. Сотрудники открыли подозрительный пакет. Внутри они обнаружили страшную находку. Это был мертвый ребенок. Когда медсестра вытащила маленькое тело, они поняли, что Алексия не просто была беременна. Пока она была за запертой дверью, девушка рожала. Особенно страшным показалась другая особенность. На лице малыша был мусорный пакет. Он плотно присосался ко рту и носу, будто ребенок пытался сделать свой первый вздох. Врачи предположили, что пятна крови на стенах были вызваны тем, что она буквально руками разрывала свою плацентную пуповину, а после, вероятно, смыла ее в унитаз. С самого начала Алексия лгала всем вокруг, скрывая свою беременность. То, что она делала в уборной, привело к сильному кровотечению. Поэтому врачи после ее возвращения в палату оказывали ей помощь. После этого ей прямо сообщили, что в мусорном ведре больничного туалета был найден мертвый новорожденный, и все считали, что это ее ребенок. Сотрудники медицинского учреждения были вынуждены привлечь полицию к этому делу, а погибшего малыша отвезли на вскрытие. Детективам предстояло выяснить все обстоятельства произошедшего, опросить саму неудавшуюся мать и всех медиков, которые контактировали с ней в ту ночь. До прибытия полицейских в комнате с Алексией постоянно оставался один взрослый, который контролировал ее, чтобы она не смогла натворить глупостей. На тот момент уже было известно, что малыш родился доношенным, девятимесячным и жизнеспособным, а мать просто убила его, обернув пакетом. Жестокость этой истории шокировала всех. Когда роженице ее матери сообщили, что она была беременна и что ее ребенка обнаружили мертвым в туалете, она продолжала лгать. Алексия изображала удивление, будто слышит обо всем этом впервые, и это не ее ребенок. Такое поведение является распространенным среди подобных юных преступников. Поразительно, но она действительно искусно скрывала свое положение в течение всего срока беременности. Она перешла на одежду оверсайз и не оголяла живот. Никто из близких, по их словам, даже не догадывался, что она беременна. Ее мать Роза была в недоумении. Она сообщила, что ежемесячно покупала своей дочери прокладки и понятия не имела, что у нее скоро может появиться внук. Однако позже у детективов начали появляться подозрения, что для Розы не было новостью положения ее дочери. Она могла продолжать покупать ей средства гигиены просто из любопытства. Женщине было интересно, сколько ее дочь собирается ее обманывать. В редких случаях беременность действительно может проходить настолько незаметно, что даже сама будущая мать о ней не подозревает. Живот в таких случаях практически не растет. Шевеление они могут просто не чувствовать, а также менструальный цикл может продолжаться. Но в случае с Алексей это вызывает сомнения. Если посмотреть на ее последние фото перед родами, то большой живот сразу бросается в глаза. Например, фото с ее выступлений в группе поддержки. Совсем непонятно, как мать, бойфренд, учителя, одноклассники, а также другие черлидерши не замечали его. В это просто не верится. При общении со знакомыми и друзьями девушки несколько раз было озвучено предположение, что у нее были проблемы с психикой. Это могло объяснить все произошедшее. Если человек находится в своем уме и полностью отдает себе отчет с происходящим, как он может скрывать свою беременность, в течение 9 месяцев, отрицать факты, доказанные врачами, приехать в больницу, затем пойти в уборную, родить там и выбросить новорожденного в ведро, надеясь, что это останется незамеченным. Однако девушка была не просто ребенком или школьницей, фактически она была полноценным взрослым, 19-летним человеком. Вероятно, она настолько боялась гнева своей строгой матери, потому и пошла на это жуткое преступление. Но до конца она не осознавала, что все тайное становится явным. На тот момент врачи уже поняли, что она беременна. И скрывать произошедшее ей все равно бы не удалось. Известно, что на момент этих событий девушка длительное время состояла в отношениях с парнем, всего около трех лет. Полицейские пообщались с байфрендом девушки, Девином Фьерро, который прибыл в больницу со своей матерью, узнав о госпитализации Алекси. Парень рассказал, что понятия не имел о ее беременности и не замечал столь округлившийся живот. Он думал, что девушка просто немного поправилась, и живот ему не казался большим. Однако бойфренд также отметил, что Алексия родилась с проблемами развития. У нее были деформированные бедра, поэтому она регулярно ходила к мануальному терапевту. Чтобы избавиться от болей, периодически девушке становилось плохо в течение беременности. Она жаловалась на боли в спине и бедрах. Каждый раз это воспринималось как течение ее хронических недугов. Поэтому все ограничивалось походом к мануальному терапевту, который тоже не заметил ее деликатного положения. Странно, но ее состояние не мешало ей быть черлидершей, много двигаться и вести активный образ жизни. Детективы отпустили Алексе домой до выяснения обстоятельств произошедшего. Таким образом, соблюдались ее конституционные права. Была предоставлена возможность продолжать обучение в школе. Девушка вернулась к привычной жизни, будто ничего не случилось. Она снова гуляла с друзьями, посещала учебные заведения, встречалась с парнем. Алексея со своим бойфрендом даже посетили выпускной бал в средней школе Ортезии. В то время, пока шло расследование, информация об этом инциденте из-за юного возраста Алексея была скрыта, и никто в школе об этом не знал. Но позже появились слухи о произошедшем. В учебном заведении информация распространилась довольно широко и быстро. И все были шокированы новостями. Об этом узнала и мать Алексея, что привело женщину в ярость. Она обвиняла полицейских и медицинский персонал в том, что они нарушали закон и раскрыли строго конфиденциальную информацию о ее дочери. Во время общения с детективами Роза вела себя очень грубо и вызывающе, оправдывая свое поведение нарушением прав дочери. Причем, женщину особо не беспокоило, что натворила ее дочь, а также, похоже, не волновала и смерть ее внука. Вскрытие младенца продолжалось. Это был нестандартный случай. Как правило, такие экспертизы проводятся достаточно долго. Необходимо было дождаться ее окончания и результатов, чтобы определить состав преступления и понять, есть ли он вообще. Только после этого прокуратура штата могла вынести обвинение Алексея Тревиза и арестовать ее. Во время расследования детективы многократно общались с персоналом медицинского учреждения, которые работали в ту ночь. Также изучали записи с камер видеонаблюдения клиники. Врачи, медсестры и уборщица уточнили историю произошедшего для полиции, насколько это было возможно. Многие из запрошенных были уверены в том, что Алексея понимала, что делала, ведь в туалет она побежала рожать, как только узнала, что ее беременность раскрыта, с целью избавиться от ребенка и ввести медика в заблуждение. Но несмотря на ее попытки скрыть происходящее, все это было слишком очевидно для опытных медиков, и ее план провалился. Алексея выглядела растерянной, явно пыталась что-то скрыть с самого момента приезда в больницу. Она очень неохотно согласилась на УЗИ, томографию, анализы и осмотр. Помимо того, что в поведении Алексе были странности, ее мать также вела себя довольно непривычно. Если сама роженица могла быть немного не в себе, в связи с произошедшими событиями, ее мать взрывалась буквально по любому поводу. Когда медики сообщили о том, что обнаружили в туалете, а также озвучили свои подозрения, женщина закричала в ярости на свою дочь и на всех вокруг. В это время Алексея была подавлена, это напоминало угрызение совести. Врач, который в тот вечер рассматривал Алексея, повторил слова неудавшейся матери. По его мнению, она лгала о том, что не имела представления о беременности. Алексея лишь заметила, что ее старая одежда стала мала, но списала это на неумеренное питание. Также она употребляла противозачаточные, однако позже было доказано, что девушка начала пить таблетки уже после того, как заметила округлившийся живот, и это было уже бессмысленно. Для того, чтобы доказать сам факт родов, необходимо было найти плаценту, однако никому из медицинского персонала не удалось это сделать. Что с ней произошло, было неясно. Сотрудники предположили, что она могла быть смыта в унитаз. Также была небольшая вероятность того, что эту важную улику случайно с мусором выбросила уборщица. Кругом было большое количество крови, много окровавленных бумажных полотенец. В процессе уборки, если плацента была сильно разорвана в клочья руками, ее просто могли не заметить в этом кровавом месиве. Дежурный врач, который воспользовался ключом, чтобы Алексея вышла из уборной, тоже давал показания следователям. По его словам, он был в недоумении от количества крови. Было сложно сказать, сколько именно ее было, так как вся уборная была в крови, и стены, и пол. Следов было такое количество, что доктор забеспокоился, что девушка могла что-то сделать с собой. Эти опасения появились по той причине, что она очень негативно восприняла раскрытие новости о своей беременности и очень боялась свою мать. При этом врачи довольно быстро узнали о положении пациентки. Согласно правилам, при подобных симптомах, с которыми поступила Алексе, обязательно берут анализ мочи, проверяют вероятность беременности. Это нужно, чтобы будущая роженица не принимала лекарства, способные навредить плоду. После этого происшествия девушку отвели обратно в палату и поставили ей капельницу. Кроме того, был взят анализ крови, а также врач должен был провести ее осмотр, который показал, что она рожала. В это же время вызвали уборщицу, которая и обнаружила ребенка в мусорном ведре. Доктор отметил, что мать девушки совершенно неадекватно восприняла известие о ее беременности. Было очевидно, что Алексея боится ее, она буквально тряслась от страха, даже когда врачи со стопроцентной вероятностью подтвердили деликатное положение Алексеи. Девушка продолжала спорить и это отрицать. Это было довольно странно для уже достаточно взрослой 19-летней черлидерши отрицать очевидное. Она буквально боялась сообщить своей матери, что жила половой жизнью, утверждая, что все еще девственно. В этом нет ничего необычного, так как многие подростки опасаются гнева родителей в подобных деликатных вопросах. Однако в случае Алексеи и Розы женщина вела себя слишком неадекватно. Когда уже не было смысла отрицать очевидное, Алексея заявила, что это просто из нее вышло, когда она была в туалете. Она не поняла, что это, испугалась и не знала, что делать, поэтому просто выбросила ведро. Но в это тоже никому не верилось. Как можно не понять, что ты рожаешь и не распознать ребенка? К тому же было очевидно, что она все это пыталась скрыть, пыталась смыть кровь и спрятала тело младенца подальше в мусорку. Поэтому ее слова звучали абсолютно неправдоподобно. Сначала мать роженицы Роза была уверена, что у Алексеи действительно случился выкидыш и не видела ничего плохого в том, что она выбросила плод. Но доктор, осмотревший тело ребенка, объяснил женщине, что у ее дочери родился здоровый, доношенный ребенок, который, вероятно, умер от асфиксии из-за пакета. После этого женщина впала в ярость, потеряв контроль настолько, что ее попросили выйти. Роза некоторое время находилась в зале ожидания, но успокоившись, вернулась. Одна деталь буквально поразила дежурного врача. После прибытия полиции из палаты и коридора с уборной попросили выйти всех людей, чтобы криминалисты смогли собрать возможные улики. Поэтому близкие Алексеи, которые узнали об этом инциденте, собрались в зале ожидания. За все время, пока не отпустили девушку, никто из них даже не поинтересовался судьбой ребенка. Никто не узнал, жив ли он, все ли с ним в порядке. Даже не спросили пол, ни мать роженицы, ни ее бойфренд со своей матерью. За десятки лет работы опытный врач не видел подобной реакции. Казалось, единственное, что беспокоит, это мнение матери семейства Розы. Алексея думала только о том, чтобы не огорчить свою мать. Это все указывало на то, что мать имела колоссальное влияние на свою дочь. Врачи беспокоились и о юной Алексеи после родов. Проблема в том, что плацента отсутствовала. Роженица так и не раскрыла эту тайну. В случае с подобными родами плацента могла остаться внутри. И это крайне опасное состояние, способное вызвать обильное кровотечение и даже гибель роженицы. Девушку оставили в больнице под наблюдением, а также убедили в том, что необходимо повторно посетить акушера. Ее должны были как следует осмотреть, извлечь остатки плаценты, если она действительно не вышла. Но за это время она так и не была обнаружена. УЗИ показало ее отсутствие. Все это позволило сделать однозначный вывод о том, что Алексея избавилась от нее в туалете. В этот период у пациентки также было несколько разговоров и осмотров врача. Но она по-прежнему не интересовалась судьбой своего ребенка. Ей в буквальном смысле было безразлично, что с ним стало и где его похоронят. Докторов снова поразила холодность Алексея. Сотрудники больницы также недоумевали, как Алексея так быстро родила довольно крупного малыша в уборной, где она не издала ни единого звука. Это бывает достаточно редко. Сложно было представить, какие она производила манипуляции, чтобы все это так быстро произошло. Врачи, когда нашли младенца, сразу поняли, что шансов на его оживление просто нет. У него отсутствовало сердцебиение. Он не дышал, был уже синим. Малыш не подавал ни единого признака жизни. Опытный акушер, который уже не раз спасал жизни новорожденных, возмутился действиями Алексея. Все, что ей нужно было сделать, это позвать на помощь и передать малыша врачам. С ним было бы все хорошо, но вместо этого она предпочла решить эту проблему иначе. После общения с сотрудниками медицинского учреждения следователи обратились к самой роженнице. Это было непросто, так как мать всячески вмешивалась и мешала действиям детективов. С самого начала расследования им приходилось постоянно напоминать женщине, что они имеют дело не с подростком, а с 19-летней девушкой, которая уже считается взрослой. Полицейским было необходимо пообщаться с Алексей наедине. Для этого детектив переоделся в медицинскую форму и зашел к пациентке в отсутствие розы. Он сказал, что ей нужно быть максимально честной, отвечая на его вопросы, после чего повторил некоторые из тех, что уже задавали ранее. Ключевым из них был вопрос о том, дышал ли ребенок после рождения. Алексей снова рассказала историю, которую следователи уже слышали, указывая на то, что не поняла, что из нее вышло, но однозначно он не дышал. А значит, по ее мнению, младенец родился мертвым. Никакой полезной информации ни от Алексеи, ни от ее матери следователям получить не удалось. Позже судмедэксперты сообщили, что пуповина ребенка была буквально разорвана. У Алексеи в туалете не было с собой никаких инструментов для ее перерезания, поэтому она в буквальном смысле разорвала ее. Состояние ткани было таким, будто девушка разгрызла ее собственными зубами. Тем не менее, найти плаценту так и не удалось, хотя с учетом рождения доношенного ребенка она должна была быть достаточно большой. Предположительно, она разорвала ее на мелкие кусочки и затем смыла их в унитаз. Медперсонал как раз слышал многочисленные смывы воды в унитазе, их было больше десятка. Вскрытие показало, что новорожденный мальчик не имел анатомических аномалий или явных телесных повреждений. В момент рождения у него прекрасно функционировали легкие и сердце. Это не было мертворождением. В легких младенце был найден воздух, а значит, на момент смерти он успел сделать свой первый вдох. Примерный возраст составлял 38 недель. Судмедэксперты выявили причину смерти. Мальчик буквально задохнулся. Все говорило о том, что Алексия является убийцей по всем юридическим критериям. 10 мая 2023 года Алексия обвинили в убийстве первой степени, а также в фальсификации улик с целью ввести следствие в заблуждение. В ее действиях сторона обвинения усмотрела все признаки преднамеренности. Во время ареста девушки ее мать беспокоила только то, чтобы соседи не видели этого и не знали о предстоящем судебном процессе. Однако уже 16 мая Алексия была освобождена из-под стражи после внесения залога в размере 100 тысяч долларов. До начала суда девушки разрешили окончить среднюю школу. Условия ее освобождения обязывают, чтобы она соблюдала комендантский час после 19 часов. Но она не обязана находиться под домашним арестом или носить браслет с GPS на щиколотке. Она может свободно перемещаться по городу в разрешенное время. Адвокат акцентировал внимание на том, что у тревиза не было проблем с законом и судимостью до этого дня. Она была прилежной ученицей, спортсменкой, занимавшей достойное место в школьном коллективе. Она пела в хоре. Девушка окончила учебное заведение, успешно сдав экзамены, а также планировала продолжать учиться в университете штата Нью-Мексико. На Алексе и ее мать все чаще происходили нападки в интернете. Также со всех сторон осуждалось поведение матери-подростка. Однако единственное, о чем беспокоилась женщина на тот момент, когда с ней общалась полиция, возможны последствия для нее. Суд над Алексе назначен на октябрь 2023 года. До сих пор она не признала себя виновной ни по одному из пунктов обвинения. Сторона обвинения собирается строить свою стратегию, указывая на явную ложь в словах матери и роженицы. Было установлено, что она принимала большое количество лекарств. Если в начале срока беременности это были противозачаточные, позже она подключила сильнейшие обезболивающие, а также средства для похудения. Защита же, в свою очередь, выявила целый комплекс нарушений в работе медицинского персонала, в том числе, что Алексе после прибытия в клинику дали обезболивающее, которое и могло вызвать роды и смерть младенца. Адвокат собирается использовать эти моменты, переложив вину на медиков, а также использовать нарушение конфиденциальности информации и светлый образ Алексе, сложившийся в обществе, чтобы добиться оправдания подсудимой. Парню Алексе Дэвину не было предъявлено никаких обвинений. Судебный процесс по этому делу продолжается. Я буду следить за ходом этого дела и обязательно сообщу о приговоре в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. А сейчас давайте обсудим эту историю в комментариях. Подписывайтесь на канал, а также поддержите это видео лайком. Всем спасибо и пока.